ДТП с одним неизвестным. Аварию на Адыгейской набережной Краснодара силовики никак не комментируют, но и не отрицают, что участником мог быть полицейский. Шиничка она переболела, кое-как она сохранилась. Кубанский хлеб – перезагрузка. Напересев в краевых полей, где погибли озимые, бюджет выделит дополнительно 400 миллионов рублей. Работники административных органов, как мы знаем, имеют отличные организаторские способности. Чиновники – это не только ценный опыт. Работники с административным прошлым после сокращения губернаторской команды смогут найти себя в строительстве, турбизнесе и финансовой сфере. Я сегодня с утра заезжал в поликлинику, взвешивался на медицинских весах и скинул 5,5 килограмм. Эксперимент российского масштаба. Чиновники с Тбилисской на собственном опыте доказал, что зарплаты надо повышать. Смотрите, радость появилась. Это разница, что есть у нас Бог. Кубань – златоглавая. Купол главного собора края увенчали позолоченным крестом. В эфире 9 канала итоговая программа «Факты недели». Самое яркое и интересное за прошедшие 7 дней прямо сейчас. Добрый вечер. Начнем выпуск с происшествия, которое утром всколыхнуло весь город. В Краснодаре машина, в которой находился полицейский, сбила насмерть прохожего. ДТП произошло этой ночью на Адыгейской набережной. По словам очевидцев, «девятка» на большой скорости выскочила на тротуар. Машина врезалась в дерево, перелетела через стоящий на парковке «Опель» и снесла прохожего. Баф! На крышу! Туда перелетели. Стояла моя машина, они на нее залетели. И попутно еще дяденьку сбили. Потом машина врезалась в забор частного домовладения. Пожилой мужчина умер до приезда скорой помощи. Местные жители пытались собственными силами извлечь из «девятки» водителя и пассажира. «Девятка» стояла, ударяла в забор и перевернулась. Здесь находился человек, который был еще живым. Твой дедушка? Ну вот он, пожалуйста. Здесь была его голова. Вот так вот он лежал. Мы начали вытаскивать людей, которые были там. Один был сотрудник ДПС. У него плечо, а второй крик тел. Но бутылка пива у них там была. Некоторые очевидцы утверждают, что за рулем «девятки» находился именно полицейский. В органах нам эту информацию подтвердили. Но детали аварии следственные органы пока отказались комментировать. Подробности смотрите в ближайшем выпуске «Фактов». Праздничные залпы и военные марши звучали сегодня в краевой столице. Тысячи казаков, чеканя шаг под звуки военного оркестра, прошли по театральной площади. Кубанское казачье войско большим парадом отметило 21-ю годовщину реабилитации казаков. Как говорят организаторы, парад получился самым масштабным за все годы проведения. Сегодня впервые почетный караул вынес знамя кубанского казачьего войска. В прошлом году президент Дмитрий Медведев торжественно вручил его в Кремле атаману Николаю Далуди. Склонили головы казаки на площади и перед возвращенными из эмиграции регалиями кубанского войска. Принимал парад атаман кубанского казачьего войска. Приветствовал десятитысячную казачью армию губернатор. Многие сегодня обратили внимание на интересную деталь. Александр Ткачев впервые на публике появился в форме казачьего полковника. Его дед был казаком, поэтому губернатор казак потомственный. Ну и как отметил глава региона, сегодня день, когда казаки отмечают победу правды и справедливости. Сегодня мы вспоминаем всех, кто жил по закону, душу Богу, сердце людям, жизнь Отечеству. Тех, чьими трудами и молитвами хорошела и богатела наша родная Кубань. И кого так безбожно оклеветали и предали забвению настоящие изменники России. Мы снова живем по заповедям нашей веры. Гордимся историей. Возрождаем традиции. И прививаем любовь к родной земле уже нашим детям. Я с радостью смотрю на юных казачат. И их у нас уже более 30 тысяч. Вот она наша смена, наша сила, наша гордость. Вот будущее Кубани и России. Братья казаки, наш святой долг сделать так, чтобы никогда больше не переписывалась история. И мы жили в ладу со своей совестью, чтобы никогда больше не разрывалась связь времен. И мы не забывали, в наших жилах течет казачья кровь. Слава России! Слава Кубани! Кубанскому казачеству слава! Добавлю, что в параде участвовало около 7 тысяч казаков со всех районов края, так называемые исторические отделы, и 3 тысячи воспитанников кадетских корпусов. Впервые в мероприятии приняли участие студенты вузов. Творчески к своему первому участию в параде подошли артисты кубанского казачьего хора. Возглавил колонну поющих казаков директор хора Виктор Арефьев. А маршировали артисты под бой барабанов. Подробнее о том, как прошел парад, смотрите в программе «Факты» в понедельник. Ну и, безусловно, главная политическая новость недели. Губернатор прокомментировал отставки в своей команде. Информация о них появилась в прошлую пятницу в личном микроблоге Александра Ткачева. Прошлые субботы и воскресенье для краевых госслужащих высшего эшелона выдались, судя по всему, непростые. Наверняка нервничали. Впрочем, долго им переживать не пришлось. В понедельник губернатор собрал самую большую планерку в истории краевой администрации. На нее пришли все руководители департаментов и отделов. В то же время самую короткую. Она длилась всего пять минут. С, без преувеличения, драматическими подробностями действия Иоанна Москаленко. Большой зал администрации. Здесь проходят все крупные краевые совещания. Распорядители на местах за час до начала. Служба губернаторского протокола четко определяет, кто и где будет сидеть. Сегодня списки приглашенных и присутствующих проверяют с особой тщательностью. Есть повод. В президиуме будет только один. Губернатор. Все хочу фиксировать, да? Эта рабочая неделя в краевой администрации началась необычно. Вице-губернаторов, руководителей всех департаментов, их заместителей и начальников отделов, весь руководящий состав аппарата власти созвали на планерку. Впрочем, неспокойно было уже в конце недели прошлой. В кулуарах заговорили об отставках и массовых увольнениях. Скудные официальные комментарии о том, что кадровые перестановки возможны, ясно с ним несли. А что, все, да? Ты в зал вошел, тут работали, да? Ты не вошел, сейчас в кулу. За полчаса до начала губернаторской планерки зал заполнен. Исключение – первый ряд. Кресла ждут вице-губернаторов. Второй и третий ряд – руководители департаментов. С сегодняшнего дня они исполняющие обязанности. Отдел кадров уже предупредил. Заметно нервничают. Вопрос о переназначении висит в воздухе. А на балкон как пройти? Там еще есть места? Тоже нет. Но мы там постоянно покатившись. Первый неожиданный поворот событий. Вместо десяти вице-губернаторов выходит шесть. Гул, в котором обсуждали возможные отставки, сменила полная тишина. Александр Ткачев без галстука, один в президиуме, что тоже непривычно, обращаясь к залу, сразу говорит – спасибо всем за работу. И пришло время обновлять команду. И это касается всех сотрудников краевой администрации. Я знаю, что присутствует и в том числе среди вас, и не только, определенный скепсис в этом плане. Мол, как всегда, наверху поштормит, пошумят, кое-кого снимут, и на этом все кончится. Должен все те, кто так думает, огорчить. Чисто по-человечески есть такое понятие, я считаю, как усталость металла. И человек свой ресурс на определенной должности рано или поздно вырабатывает. Но, конечно, надо говорить честно, есть и те, кто попросту не справляется со своей работой, со своими обязанностями. Кто привык, наверное, работать, не напрягаясь, с 9 до 6, вот с этим и будем расставаться. Не обижайтесь. Госслужба – не место, где спокойно отсиживаются до пенсии, говорит Ткачев. Губернатор намерен сократить аппарат власти на 20%. Масштабные увольнения оптимизирует штат. Всех сотрудников администрации ждет переаттестация. Не все вернутся в свои кабинеты после переаттестации. В органах власти останутся только те, кто сможет совмещать и свой управленческий опыт, мудрость, способность к изменениям. Люди требуют от власти эффективности, внимательного отношения к себе. А время, конечно, требует новых идей и новых людей. Поэтому сегодня я официально заявляю о начале системной модернизации краевой власти. Заместителя губернатора и руководителя департаментов Александр Ткачев уже отправил в отставку. Решение по переназначению каждого из них глава региона будет принимать индивидуально. Подчеркивает, учтет не только былые заслуги, но и способность активно работать в команде дальше. Мы сейчас из четырех заместителей, Александр Николаевич взял три новых заместителя. Это очень у нас креативные, доктора наук. И у нас уже обновление началось и идет полным ходом. Наши должности ненаследуемые. Мы наследные принцы, и поэтому здесь не кресло красит человек, а человек кресло. Губернатор сказал о той усталости, которая бывает даже с металлом. Поэтому работа, что я могу сказать, работа очень ответственная. Что будет завтра, не знаю. Но для меня любое решение губернатора, оно меня будет устраивать. Александр Ткачев предупредил, обновление команды будет пошаговым. Пока трудовые договоры в силе, требования будут самыми жесткими. Кстати, двое из четырех вице-губернаторов, которые отсутствовали на губернаторской планерке, по нашей информации, находятся в рабочей поездке. Яна Москаленко, Валерий Пятов, Денис Москаленко, 9 канал, Краснодар. Но даже тем сотрудникам администрации, кто все-таки попадет под сокращение, отчаиваться не стоит. Весна – лучшее время для поиска перспективной работы, уверены в кадровых агентствах. Многие компании как раз сейчас верстают корпоративный бюджет и закладывают в него бонусы для привлечения талантливых сотрудников. А эксперты этого рынка уверены, что специалисты с богатым административным прошлым могут быть очень полезны в бизнес-структурах. Весной мы понимаем, начинается бум в таких отраслях, как гостиничный бизнес, туристический бизнес, розничная торговля, строительство, сельское хозяйство. Ну и я могу оценить, весной именно в общественной жизни происходит такая активность, появляется огромное количество ярмарок, вакансий, многие вузы проводят дни карьеры. Поэтому это на самом деле успешное время для поиска работы. Работники административных органов, как мы знаем, имеют отличные организаторские способности, имеют аналитические навыки. Кроме того, они обладают прекрасными навыками работы с документами. И мы полагаем, что такие сотрудники могли бы вполне найти себе применение в таких отраслях, как административные отделы, финансовые службы, аналитические департаменты. Безусловно, все зависит от корпоративной культуры компании и от требований, которые выставляет работодатель к своим соискателям. Ну а те, кто не найдет себе места в бизнесе, возможно, сможет найти себя в законотворчестве. Тут уж, как говорится, кому что ближе. В четверг на очередной сессии ЗСК депутаты приняли закон о расширении числа депутатов Кубанского парламента. Теперь их будет не 70, а ровно сотня. Дополнительно депутатов выберут на ближайших выборах осенью. Кроме того, на сессии обсуждали меры господдержки для семейных животноводческих ферм. Им предлагают 30-ти процентные субсидии на строительство и помощь в погашении кредитов. Спикер Кубанского парламента Владимир Бекетов отметил, что семейные фермы смогут решить многие острые проблемы сельской местности. Крупные фермы не смогут обеспечить работой всех желающих. У них совершенно другая задача. Значит, это поставка скота, птицы в перерабатывающие предприятия. Семейные фермы, они могут обеспечивать розничные рынки, они могут обеспечивать экологически безопасную продукцию. В центре внимания были и транспортные вопросы. Парламентарии говорили о нехватке парковочных мест, работе эвакуаторов и штрафстоянок. Эти изменения в федеральном законе вступят в силу с 1 июля. Сейчас необходимо, чтобы краевой закон ему соответствовал и регламентировал процедуру эвакуации. Машины будут увозить за сильный перегруз, стоянку ближе, чем в 5 метрах от пешеходного перехода и создание помех движению автомобиля или пешеходов. Мы понимаем, что закон-то серьезный. Максимально прозрачно попытались прописать процедуру перемещения, хранения, оплаты, возврата транспортных средств. Также депутаты прописали в законе определение технопарков. Так назовут комплексы, в которых будут концентрироваться специалисты одного профиля. Ну, к примеру, сельскохозяйственного. В технопарк, как правило, входят научно-исследовательские институты, учебные заведения, выставочные площадки и деловые центры. Там же проводят исследования и технологии, себя оправдавшие, внедряют в жизнь. Всего на юбилейной 60-й сессии ЗСК депутаты рассмотрели 40 вопросов. Ну и еще раз вернемся к теме сельского хозяйства. О рекордном урожае в этом году на Кубани, судя по оценкам экспертов, можно забыть. Даже опытные агрономы не берутся его прогнозировать. В ближайшие недели пересеет надо успеть 200 тысяч гектаров озимых. И все из-за аномально холодной и затяжной зимы. Как компенсировать потери и кто теперь поможет аграриям? В репортаже Артема Абрамова. У главного агронома небольшого хозяйства в Денском районе беда. Из 600 гектаров, засеянных озимыми, 450 погибли. А ведь здесь в прошлом году собирали по 55 сайтнеров с гектара. Александр Диденко в полях работает большую половину жизни. Но такой суровой зимы на Кубани не припомнит. Мороз приходил всерьез и надолго. Минус 15 на почве держались неделями. Земля промерзла на полметра. Без хорошего снега в таких условиях выжили только самые стойки. Шиничка переболела. Кое-как она сохранилась. И сейчас она только-только начинает ухудшение производить. Тревогу в крае забили еще в начале февраля. Тогда губернатор вместе с учеными выезжал на поле. Убедились. Снежная шуба тонкая. Угрозу для озимых прогнозировали в семи районах края. Но уже в марте стало ясно. Потери аграриев по всему региону будут миллиардными. В Денском районе погибло 20% всех озимых. Поля начали обрабатывать и пересеивать, как только позволила погода. Стал вопрос о закупке семян и удобрений. В хозяйстве Александра Дитенко три года назад взяли за правило страховать свои риски. Пересевать 100% надо. Но страховая компания как-то нас подводит немножко. Потому что говорит, вы сейте за свои средства. Покупайте семена, удобрения, сейте. А после урожая посчитаем и тогда выплатим. Что выплатил, непонятно. На вопрос, когда нужны деньги, главный агроном отвечает, вчера. На пересев озимых у аграриев есть три недели. Найти управу на недобросовестных страховщиков обещают в Департаменте сельского хозяйства края. Частично компенсировать каждый погибший гектар кубанским аграриям пообещал и губернатор Александр Ткачев. Ведь на деле, оказалось, страхуют посевы далеко не все. Сумма компенсаций свыше 400 миллионов. И в бюджете обещают их найти. Минсельхоз выделит дополнительное льготное топливо и удобрения. Ситуация, прямо скажем, чрезвычайная. О повторении рекорда прошлого года, конечно, можно забыть. Более того, мартовские морозы вообще ставят под сомнение качество урожая озимых. И пришлось начать пересев почти 210 тысяч гектаров земли. Пшеницы, рапса и других культур. Я прекрасно понимаю, что если сейчас не поддержать крестьян, то придется говорить уже об угрозе продовольственной безопасности. Нам всем придется пахать на износ. Заметься сделать то, что мы обычно делали за всю весну. А вот на этих полях битву за урожай выиграли, но не аграрии. Опытные гектары ученых Краснодарского НИИ засеяны морозоустойчивыми сортами пшеницы. Перед научным подходом была бессильна даже нынешняя аномальная зима. В Краевом департаменте с наукой солидарны. Аграриям нужно было и на погоду не надеяться, и самим не плашать. А получилось, где-то посеяли не в срок, где-то нарушили технологию. Погода недочетов и ошибок не простила. Ущерб от этой зимовки, конечно, для нас достаточно серьезный. Это самые такие большие потери за последние десяток лет, наверное. В целом, по краю, если просуммировать, то 180 тысяч гектаров зерновых колоссовых культур полностью погибло и подлежит пересеву. В середине апреля главная забота ученых – обработать свои поля от сорняков. А большинству агрария в ближайшие три недели предстоит одновременно и пересеивать озимые, и посеять яровые. Жаркая пора в полях в этом году наступила намного раньше уборочной. Артем Абрамов, Яна Москаленко, Валерий Пятов и Валентин Стуканок, 9 канал. По-своему, жарко становится в парках и скверах. Края людей с ноутбуками в них становится все больше. Поговаривают даже о том, что визитной карточкой Кубани скоро станет бесплатный интернет на свежем воздухе. В регионе будут работать 500 точек доступа к сети Wi-Fi. 70 уже запущено. В местах, где уже можно выгуливать электронных собак, побывала моя коллега Анна Тур. Ты глава крупной корпорации, и многомиллионный контракт зависит от двух щелчков мыши. Или ты молодая влюбленная девушка, и без социальных сетей не можешь прожить и получаса. Или тебе просто интересно знать, чем кормить джунгарских хомячков. Но у вас нет возможности выйти в интернет. Выход из сложившейся ситуации – проект Край Wi-Fi. В обычной жизни все намного проще, но не менее интересно. Александр Грицаев вот уже 4 месяца, как молодой папа. В обеденный перерыв, сидя в самом центре города, не только разговаривает с женой и сыном, но и видит, как растет дома его малыш. Привет. А где находишься? В парке. Парке? Откуда она? Ну, Wi-Fi же, Wi-Fi. А-а-а. А ты что-то? А, привет. С родителями, которые живут на другом конце страны, в Приморье, Александр тоже часто общается вне своей квартиры. По Коснодару очень много мест. По работе бываю в аэропорту, там пользуюсь тоже Wi-Fi. Очень удобно. А так вот, допустим, тот же радиосток взять, там намного сложнее было. И с хуже связью. Здесь в этом плане получше. Проект Край Wi-Fi стартовал в регионе полгода назад. Инициатором организации бесплатного доступа к сети в каждом городе-крае одним из первых выступил губернатор Ткачев. Так в кубанских скверах и парках начала появляться невидимая паутина. Wi-Fi. Сейчас как раз и начали заниматься на площадях, чтобы для молодежи, как и сота, как телефон. Помните, я ловил в центре, где-то там еще одно место и все. Я уверен, что через год-полтора это будет частью края жизни нашей на любой улице, в любом доме и так далее. За полгода действия краевой программы беспроводной интернет появился во всех муниципалитетах. На открытии точек Wi-Fi побывали 80 тысяч человек. Цифра внушительная, а учитывая, что каждый из гостей рассказал о новых возможностях своим друзьям, молодежь края в теме. Без потери скорости в одной такой точке пользоваться интернетом одновременно могут 300 человек. А всего подключиться к беспроводной сети может тысяча интернет-пользователей. На Кубани принято встречать всех хлебом с солью. А так как у нас теперь еще и бесплатный интернет, поэтому и родился такой слоган «Хлеб, соль, интернет». Некоторые не верили сразу, что вот будет бесплатно, свободно. То есть народ приходил с опасением, что завтра могут закрыть эту точку. Точки не закрылись, все работает абсолютно. Мы держим все это на контроле, постоянный мониторинг. И даже те, кто, как и прежде, предпочитают получать информацию из книжных переплетов, говорят, с вай-фаем у интернет-зависимой молодежи появится повод чаще бывать на улице. Интернет – это средство учебы, средство развлечения, средство коммуникации. Несмотря на то, что я предпочитаю такой источник знания, интернетом я пользуюсь каждый день, ну и работой в нем в том числе. В Центральном парке Ейска зону, где выгуливать электронных собак разрешено, открыли в ноябре. Я могу поискать что-то интересное для себя, почитать могу что-то интересное. Про ребенка, про развитие, про питание. В дело продвижения вай-фая в регионе сегодня активно включился и бизнес. Удобный источник информации и коммуникации – беспроводной бесплатный интернет. Максимально быстро распространяется в курортных городах и на побережье. В Анапе, например, работают пять точек вай-фая в парках и на площадях. И это не считая гостиниц и кафе, где бесплатное подключение к сети – часть хорошего сервиса. Анна Тур, Яна Москаленко, Сергей Плотников и Денис Москаленко. Девятый канал. Впереди вторая часть программы, в которой мы расскажем, зачем тбилисский чиновник голодал целый месяц. Почему главный крест на Свято-Екатерининском соборе теперь будет золотым. И какие секреты таит Всесвятское кладбище. Обо всем этом подробнее сразу после рекламы. Она пройдет очень быстро. Никуда не уходите. На этой неделе Дмитрий Жертовский, чиновник из кубанской глубинки, прославился на всю страну. Он на своем примере показал, что значит жить по минимуму. Напомню, заместитель районного главы Тбилисского района в течение месяца обещал прожить на 6,5 тысяч рублей. Ровно столько сейчас составляет прожиточный минимум. Таким образом, Дмитрий Жертовский решил призвать местных предпринимателей указывать реальные зарплаты и платить налоги. Сдав свой социально-экономический пост, Дмитрий Жертовский добился таки своего. 20 предпринимателей района подписали договор с администрацией об увеличении зарплат работникам. Первая полка была моя. В настоящий момент там появилась уже рыба. Подарок тёще на завтрак. Сегодня Дмитрий Жертовский сдает свой социально-экономический пост. Полка холодильника, на которой весь месяц мясо было редким блюдом, пополнилась и рыбой, и главное, любимыми сосисками. Весь месяц районный чиновник перебивался недорогими овощами, консервами и крупами. Если нам придётся, скажем так, подтужить свои пояски, я думаю, мы как-то протянем, выживем этот месяц, а то и два. Его интернет-дневник – настоящее пособие, как прокормиться на несколько тысяч. Но первый итог в цифрах заместитель главы по экономике подводит не с калькулятором в руках, а на напольных весах. До этого я весил 93 килограмма, сейчас 87-87,5 в одежде я вешу. Но вот, в принципе, я сегодня с утра заезжал в поликлинику, взвешивался на медицинских весах и скинул 5,5 килограмм. Его программой максимум было протянуть на прожиточный минимум. Одни недоумевали, мол, районный чиновник бесится с жиру, другие делали ставки. Долго ли можно прожить на 6,5 тысяч рублей? Ведь на еду по расчётам должно было уходить чуть больше двух тысяч. Самым сложным в эксперименте было организовать себе обед. Ведь поесть на 50 рублей сложно даже в станице, помогла соседняя столовая. Сколько с меня? У вас 130 рублей. Ну вот, по меркам Дмитрия мы уже выбились из дневного бюджета. Кошелёк и меню Дмитрия Жиртовского в течение месяца были самой обсуждаемой темой не только в станице, но и в интернете. Больше всего за него переживали сотрудницы столовой, ведь чиновнику приходилось экономить и укладываться 100 рублей в день. Во-первых, я интернет читаю, заходила, там это публикации в прессе были. И читала, что его там, ну как, заметки, что он писал отчёты. И я скажу, что 100% правда даже переживала. Но зам по экономике пошёл на эксперимент не ради диеты. Через свой желудок он решил проложить путь к совести местных предпринимателей. Два десятка бизнесменов оценили жертву чиновника и подписали с районной администрацией соглашение. По нему они обещали платить своим сотрудникам зарплату не меньше 9 тысяч рублей. Это показал, что это очень тяжело на эти 6500. Но в результате чего мы сделали соглашение с администрацией, подписали это соглашение на 9 тысяч. Сегодня в Твиттере его последняя запись о первом эксперименте. На 30-й день он потратил всего 53 рубля. Эксперимент закончен, а деньги остались. Итого у меня на конец эксперимента осталось 75 рублей 3 копейки. Те денежные средства, которые можно будет с удовольствием потратить на любые цели. Пожар на улице Уральской в Краснодаре почти всю неделю не давал покоя огнеборцам. Целых два дня в Краснодаре горел склад лакокрасочных и строительных материалов. Ущерб от пожара десятки миллионов рублей. Огонь вспыхнул во вторник. Огромный столб дыма было видно за несколько километров практически с любой точки города. Площадь возгорания составила около 1700 квадратных метров. В момент начала пожара на рабочем месте находились около сотни человек. Всех успели эвакуировать. Погасить открытый огонь удалось только ночью. Однако пожарным пришлось контролировать это место до четверга. Очень редкий случай в их практике. Дело в том, что металлические конструкции обвалились. Под ними продолжало тлеть, а подобраться никак. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В связи с тем, что пожарное водоснабжение на объекте не отличало условиям именно данного пожара, был дополнительно вызван пожарный поезд станции Краснодар-1. Лагокрасочные материалы внутри цеха находились. Для их тушения нам пришлось использовать специальную воздушно-механическую пену, которую мы подавали с дальнего расстояния из лафетных столов и мониторов. Впрочем, это далеко не все происшествия, о которыми запомнится прошедшая неделя. Николай Филаткин продолжит тему. Больше пяти тысяч доз героина изъяли в Краснодаре. Это партия особо крупного размера. Команда наркодилеров работала по заранее отработанной схеме. Существовал потенциальный покупатель, который предложил неплохо заработать цыганке. Женщина связалась со своим знакомым в Москве. Он помог достать больше килограмма героина. Весь товар цыганка закопала во дворе своего дома. Переговоры с покупателями проходили по телефону, после чего женщина относила нужное количество наркотиков в обозначенный тайник. Места так называемых закладок были обозначены определенными словами. Как правило, это участки со строительным мусором, деревья или брошенные на берегу реки лодки. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель один из стран СНГ, в ходе личного досмотра которого было обнаружено изъято наркотическое средство героин. В настоящее время судом избрана мера пресечения в заключении под стражу. По оценкам экспертов, стоимость изъятной партии наркотиков превышает более 2 миллионов рублей. Все наркодилеры арестованы. За торговлю наркотиками подельникам грозит до 10 лет лишения свободы. Кстати, есть информация, что перепродавать героин планировали именно в тюрьму. Сейчас силовики выясняют, каким образом наркотик должен был попадать в места заключения. Для Новороссийска эта неделя оказалась богатой на неприятности. Две уличных драки закончились двумя убийствами. В понедельник от удара ножом погиб солдат-срочник из воинской части 42091. Его сослуживец получил ранение. Как рассказали следователи, военнослужащие были самоволки. Молодые люди поругались с двумя местными жителями. Взаимное оскорбление быстро переросли в драку. В происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нашелся и очевидец, водитель городской администрации. Он и вызвал скорую помощь. Происходило это вот примерно вот здесь, вот до сих пор видно пятна какие-то. Вот, они вот в этом районе, они дрались. Я остановился на зебре, увидел драку, хотел разнять их, они разбежались сами. Пока я объехал администрацию, они дошли до Сбербанка. Человек упал, я вызвал скорую, как бы, ну, как все нормальные люди делают. Через сутки в объектив уже других камер наблюдения попадает еще одно столкновение. От ножевого ранения в голову погибает местный житель Роман Скиба. По неизвестной причине он вместе с товарищем вступил в конфликт с двумя парнями. Романа ударили, он потерял равновесие и упал с крыльца. Его продолжили избивать и нанесли удар ножом в голову. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Виновных в убийстве сейчас разыскивают. Субтитры делал DimaTorzok Ребенок снял, ну, играя с 4 года ребенку, снял с коробки, коробку передач переключил в нейтральное положение. И автомобиль покатился вниз и упал в реку. Причем его родственники ребенка видели, что ребенок пытался открыть окно и вылезти из машины. Но он этого сделать не успел. Следователи возбудили уголовное дело в отношении дедушки и бабушки малыша по статье «Причинение смерти по неосторожности». Спасатели говорят, искать ребенка довольно сложно. Температура воды в горной реке около 4 градусов, а глубина белой превышает местами 3 метра. Родные ищут мужчину, пропавшего в Краснодаре 7 апреля текущего года. В последний раз жители Анапы ульфита Кайвиджана видели в районе торгового центра «Кавказ». На вид ему 70 лет, полного телосложения. Волосы седые, вьющиеся. Есть усы. Особые приметы на переносице – овальный бугорок. Был одет в темную вязаную кофту на молнии, спортивный трико и зимние ботинки. Мужчина недавно перенес инсульт и операцию на брюшной полости. Не ориентируется во времени и пространстве. Все, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят сообщить по телефонам, которые вы видите на экране. Николай Филаткин, 9 канал. Завтра все православные христиане отмечают Фомино воскресенье. По традиции в этот день все отправляются на кладбище почтить память ушедших родственников. Но есть в Краснодаре место с крестами и надгробиями, на большую часть которого в лучшем случае заглядывает сторож или историк. И то только туда, куда можно пройти. Ольга Музыка побывала на старейшем Краснодарском погосте и выяснила, что приведением в порядок Всесвятского кладбища власти озаботились еще 100 лет назад. Заместитель смотрителя Всесвятского кладбища Людмила Кольцова вправе называть себя настоящим поисковиком. Среди тысяч захоронений ей удалось найти одно из тех, что историки считали давно утерянным. Могилу казака Григория Малышевского. Памятник на ней уникален. Он был сделан в виде головного убора – казачьей папахи. Папаха – это единственный памятник был на всем кладбище. Вот такого вида? Такого вида, да. Вот так она выглядела до 83-го года. Верхняя часть, вот эта верхушечка. Почему она так вот? А потом вот кто-то или сбросил, или она сама упала, эта папаха. Ну, короче говоря, когда мы здесь все расчистили, вот мы ее тут нашли. Некоторые из памятников – настоящие произведения искусства. Вот только по зарослям кладбища не до всех легко добраться. Пошли сюда, за мной идите. Ой, елки-палки, тут не пройти. Надо было с той стороны. Пошли сюда. Над гробием, над могилами купцов Тарасовых 105 лет. Им повезло, сохранились они почти полностью. В зарослях, поэтому оно так более-менее сохранилось. Не разрушило, никто не разрушил. Крестов нет, фотографий нет. И кресты были наверху. А вот часовня купцов братьев Богорсукова, хоть и находится под государственной охраной, сильно повреждена. А как там дерево оказалось? Выросло, занесло его ветром, занесло семечку, вот выросло. Видите, там вот как было, как эти столики. По именам на могилах можно преследить всю историю Краснодара. Даже те моменты, которых в учебниках не написано. Памятник поставлен Адаму Адамури, человек, который первую построил баню в нашем городе Екатеринодаре. А он в национальности кто был? Наверное, грек. Но на многих могилах Всесвятского не то, что национальность. Даже имен разобрать нельзя. Все больше надгробий разрушаются падающими деревьями. Имена великих просто теряются в зарослях. Это бы оставить и это бы сохранить для потомков, для будущего. Проблеме, как привести кладбище в порядок, почти век. В газете «Прикубанская правда» за 1919 год была помещена заметка, в которой говорилось. Городская управа призывает всех граждан Екатеринодара помочь привезти в надлежащий вид Всесвятское кладбище. Оно заросло кустарником, деревьями и бурьяном. И надо провести его расчистку. Сегодня Всесвятская нуждается не только в уборке, но и в реконструкции. Не так давно администрация Краснодара планировала на месте кладбища сделать парк. Историки взбунтовались. Был создан общественный совет. План реконструкции пересмотрен. Впереди самое сложное – начать работу. Руководитель управления по охране историко-культурных ценностей Наталья Волкодав настаивает. Реконструкцию нужно начинать с переписи. Нужно в первую очередь провести инвентаризацию всех могил. Выявить те могилы, которые известны и которые неизвестны. Несмотря на то, что, например, стоит там какой-то могильный камень с именем или не стоит. Архив регистрации тех, кто похоронен на кладбище, существует. Но найти в нем фамилию конкретного человека сложно. Здесь у нас указаны фамилии, имена отчества указаны только инициалами, возраст умершего есть, причина смерти, дата смерти, номер свидетельства, фамилия землекопа и адрес родственников. То есть, в общем-то, информация очень приличная. Но чтобы найти конкретного человека, нужно пролистать вот эту книгу целиком. Но в этом единственном архиве сохранилась лишь малая часть имен погребенных. Число захороненных примерно миллион восемьсот, а число могил, как я говорила, тридцать пять тысяч. То есть 60 человек приходится в среднем на могилу. Смотритель Сесвятского Николай Борис рассказывает, карта самого кладбища существует лишь на бумаге, в единственном экземпляре. Это один из фрагментов. Всего их сорок два. Была металлическая табличка с номером, который идентифицировался, повторялась вот этой карте. То есть мы подходили, смотрели номер участка, номер таблицы, и мы могли по этой карте найти, во-первых, имена, и во-вторых, по книгам могли найти захоронение из человека, если даже там могильные холмики, никого там не обозначено. Карту создали в 80-х 20-го века. Все замеры между могилами специалисты БТИ делали обычной рулеткой. Теперь из-за большой погрешности перевести карту в электронный вид никто не берется. В настоящее время площадь Сесвятского кладбища около 33,5 гектаров. Это почти 47 футбольных полей. За помощью в опознании захоронений общественный совет обратился к родственникам погребенных. Порядка 1700, так сказать, захоронений, на которые откликнулись родственники, предоставили какую-либо информацию историческую. Работа с архивами может занять несколько лет, но реконструкция кладбища не может так долго ждать, считает историк Виталий Бондарь. Работы можно вести параллельно. Главное, чтобы они друг другу не мешали, и это не приводило к утрате каких-то фрагментов территории кладбища или отдельных захоронений. Остается только одна проблема – финансирование. Общественный совет планирует провести работы за государственный счет, в том числе построить церковь всех святых, точно такую, как стояла здесь в 19 веке. Деньги – это немалые, но у историка есть предложение, как сократить расходы. Если мы вспомним лет, наверное, 10, там, может, 15 назад, были всевозможные акции волонтерские. Тут работали курсанты, студенты по очистке территории от Подлеска. И сейчас предлагается значительно снизить расходы за счет привлечения национальных общин, религиозных общин. Проекта реставрации пока нет даже на бумаге. Сколько времени пройдет до начала работ – неизвестно. Но даже камни не могут ждать вечно. Сотрудники кладбища говорят, что лет через 10 от поврежденных старых могил ничего не останется. И эта реконструкция – последний шанс для краснодарцев сохранить часть истории своего города. Ольга Музыка, Нила Ракша, Валентин Стуканок, 9 канал, Краснодар. Ну а вот реконструкция главного собора Кубани идет уже давно. Сейчас ремонтируют большой купол храма. На прошедшей неделе водрузили на него золоченый крест. На это редкое событие пришли посмотреть и прихожане, и просто неравнодушные краснодарцы. Борис Максудов наблюдал за тем, как поднимали 350-килограммовый символ христианства. Главный купол кафедрального собора находится примерно на высоте 60-70 метров. И поднять туда крест для строителя – задача не самая сложная. На это сегодня понадобилось около 15 минут. А вот когда сто лет назад туда поднимали первый крест, делали это практически вручную, и ушло на это несколько часов. Верующие все прибывали. И скоро извозчики уже не могли проехать по Котлеровской улице. Сто лет назад воздвижение креста стало главной новостью для кубанских газет. Ведь на строительство собора собирали пожертвования в течение нескольких лет. В книге об истории храма сохранился даже подробный отчет, на что тратились эти деньги. Как мы можем открыть любой нам интересный месяц, например, вот август. Куплено жести на лампы под светильники – 80 копеек. Дальше сентябрь. Куплено в лавке армянина Давида Катустовича, ладану, на 10 рублей 25 копеек. Век спустя у главного кубанского собора история повторяется. За работой строителей наблюдают сотни верующих. Правда, на смену лебедки пришла специальная техника. Водитель крана говорит, что столько зрителей у него никогда не было. Ну, определенное волнение было, да. Было, конечно. А так, в принципе, как и всякая работа. Сам подъем, он несложный. Это, как бы, может, честно говоря, и ребенок сделать, если обучить его на крайней работе. Новый крест должен стать не просто обновленным символом веры. Эту веру он должен укрепить. Причем укрепить в прямом смысле слова. Прежний не был рассчитан на силу ветра и несколько раз даже падал. Этот делали с расчетом на стихию. Здесь более качественная сталь. Здесь уже сусальное покрытие сусальным золотом. Там он был покрашен просто. И материал, кстати, очень легкий. Поэтому большие были проблемы у нас, когда сильные ветра. Ну, кстати, еле-еле мы с драганием смотрели, как же он вынесет. Воздвижение креста специально приурочили к праздничной неделе. Православные сейчас отмечают светлую седьмицу. Поэтому освещал крест митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Ну, крест – это вообще символ победы над врагом. Бесы его боятся, трепещут. Поэтому, если с нами Бог, если с нами крест оружие его, то нам бояться нечего. Смотрите, радость появилась. Это разница, что есть у нас Бог и что нужно в Него верить. Я не знаю, я очень себя чувствую. У меня аж просто дрожь бросает. Незадолго до воздвижения мастера закончили золочение купола. Сейчас полным ходом идет реставрация Свято-Екатерининского собора. Первая за вековую историю храма. Предыдущий крест здесь устанавливали в конце 80-х. Сейчас он находится в восточной части собора. Его будущая судьба пока не решена. По словам настоятеля, он либо останется здесь, как часть истории, либо продолжит свою службу на территории уже другого храма. Борис Максудов, Артем Лычко, 9 канал, Краснодар. Ну а в пятницу вечером делегация Краснодарского края отправилась в храм Христа Спасителя в Москву. Священнослужители, казаки и прихожане, всего около 500 человек, будут молиться в защиту веры и поруганных святынь. Мы с важной миссией от Кубани едем помолиться вместе с патриархом, со всеми теми людьми, кто соберется у храма Христа Спасителя. И поэтому я надеюсь, что все будет слажено, без происшествий. И, конечно, залогом обычно бывает благословение Божие и молитва. 530 кубанцев отправляются в Стольный град, в Москву, чтобы у стен храма Христа Спасителя соборно помолиться о вразумлении тех, у кого еще не воссиял свет в сердце. Ведь если нет этого света, то там мрак, там грех. Такие молебны завтра пройдут по всей стране, в том числе и в Краснодаре. Стояние в защиту веры и поруганных святынь начнется в 11 утра в соборе Александра Невского, сразу после окончания Божественной Литургии. Его проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Кстати, такие молебны пройдут в храмах по всей Кубани. Ну и в связи с этим обращаем внимание автомобилистов. Из-за молебна часть улиц Краснодара будет перекрыта. Движения ограничат с 6 утра до 14 часов дня по улице Комунаров от Мира до Орджоникидзе, по Орджоникидзе от Комунаров до Красной и по улице Красной от Короткой до Орджоникидзе. Также водителям следует объезжать участок Постовой от Седина до Октябрьской, Захарова от Станкостроительной до Постовой, Советской от Красноармейской до Кубанской набережной. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Вас ждет прогноз погоды на завтра. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok